Ура! Всем привет! Сегодня прямой эфир у нас путевка в жизнь. Татьяна. Мне тут глобус поставили. Я вот так им буду закрываться. Его нету в кадре. Вот чуть-чуть вот так ближе. О, тут вот он виден, да. Ну, в общем, тут мы пытаемся, знаете, мой сын сказал, что у тебя неинтересные прямые эфиры, и у меня теперь комплекс неполноценности. Напишите, пожалуйста, действительно ли вы тоже так считаете, что у меня неинтересные прямые эфиры. А потом я подумала, что он не так много путешествует, чтобы ему вообще были интересные мои прямые эфиры. Поэтому, да, поэтому пишите, пожалуйста. Я вас очень прошу, свои плюс, например, хороший прямой эфир, минус не очень. Так, и сегодня наша тема такая, мы тут всем офисом думали над ней. И сейчас просто много вопросов поднимается, когда собираешь своих туристов в путешествия, и такой вопрос часто поднимается, поэтому думаю, ну, расскажу всем. Просто напомню в двух словах про WhatsApp-просылку. Пишите, пожалуйста, нам свои номера телефонов, как кто хочет, да. В WhatsApp-просылка. Будет рядом с вами турагент. Будут вам интересные картинки. Будут интересные предложения формировать ваше позитивное мышление. Таким образом меняем свою жизнь к лучшему. Ну, и тема нашего прямого эфира сегодня – это косметика в путешествиях. Знаете, вот сейчас пишут те, кто… Знаете, вот человек начинает вопросы задавать, я всегда спрашиваю. А, вы Инстаграм мой не смотрите? И человек говорит, да, ну, я не смотрю. Говорю, ну, присоединяйтесь, пожалуйста. Потому что одно и то же, одно и то же, одни и те же вопросы. Вопросы про косметику следующие. Какую косметику с собой брать? Брать ли с собой фен? Я по своему опыту расскажу. Да, помню свои первые путешествия, когда я ехала. И мне казалось, вот же, у нас же там выходные. И это было, по-моему, по России. Да. И мы брали с собой целый чемодан косметики. Ну, правда, их пользовались там, честно говоря. Там по вечерам, по утрам там обмазывались. Но потом я поняла, что это вообще-то бессмысленно все. Тащить с собой такой груз. Во-первых, это тяжело для здоровья. Во-вторых, бессмысленно тратить время в путешествиях на вот это все. Поэтому, в двух словах быстро. Значит, если вы едете в азиатскую страну, Таиланд, Вьетнам, то, как правило, в отеле дают косметику. Вот мы во Вьетнаме жили, но отель, правда, хороший, 4 звезды. Нам давали все, включая зубные щетки каждый день новые. Зубную пасту, гели, шампунь и так далее. Вообще ничего из своего не брала. То, что брала, лежала мертвым грузом и еще обратно привезла, бессмысленно. Поэтому сделала такие выводы, что я беру, если вы только не пользуетесь какими-то специализированными шампунями, беру с собой бальзамы, потому что их может не оказаться. А если у меня есть возможность, то даже с собой ничего такого не беру. На месте покупаю, если будет необходимость. То есть приезжаю, смотрю, что мне дают в отеле, сортирую, думаю. Ну, на самом деле, так, кривая душой, я беру один шампунь с кондиционером сразу, такой универсальный. На тот случай, если мне не дадут гель для душа, я им покупаю, если мне не дадут шампунь и по мою голову, и, соответственно, сразу кондиционер. Фены с собой нужно брать в том случае, если вы едете в европейскую страну, как правило, редко бывает в отеле фен, либо же, если это отель такой бюджетный, то можно пойти на рецепшн, взять всегда фен бесплатно, кроме Кипра и Греции. Вот. И что касается, если вы в Европу едете в такие прибрежные страны, продумайте, как вообще обойтись без фена. Например, ну, если там морской отдых, то понятно, там, как-нибудь там скрутилось, потому что там через 10 минут опять в море уйдешь, опять выйдешь, все это будет вот каким-то образом таким. Волосы зачем насиловать свои? То есть нужно так продумать свою прическу, чтобы ничего с ними не делать лишнего, лишний раз не сушить. И так на море им хватает стресса. Дальше. Что касается Индии, вот сейчас мы об Индии говорили много, потому что пришла туристка, рассказывала, привезла нам, кстати, подарки. Что касается Индии, вообще с собой ничего не брала. В отеле ничего не дают, но я с собой ничего не брала, потому что знала, что кокосовое масло, иду, покупаю кокосовое масло, и на время пребывания в Индии пользуюсь полностью им. Ну, кроме дезодоран только я брала, везде беру, на всякий случай, потому что, ну, своеобразно. Опять же, что касается Индии, Вьетнама и Таиланда, дезодорант тоже не советую даже брать. Есть там солевые дезодоранты, стоят они до 200 рублей, то есть, ну, выделить там на это денежек, пойти купить, и это, во-первых, полезно для здоровья. Я даже прошу, сейчас мне все туристы привозят из Таиланда, 120 рублей дезодорант стоит, хватает его на полгода, или там даже больше. И самое главное, что он не является антиреспирантом, соответственно, не вредит здоровью человека. Нельзя антиреспирантами пользоваться, женщинам особенно. Поэтому имейте это в виду. В Индии, я не знаю, во Вьетнаме, не помню. Лен, по-моему, во Вьетнаме тоже, да, эти солевые везде продаются? Ну, там везде эти три семерки, эти сортфель, везде эти магазинчики. Вот, солевые покупаю, то есть, даже дезодоранты не беру. И точно так же масло. Что касается кокосового масла, на самом деле, у меня просто тогда еще не было опыта, и я не знала, как лучше сделать. Это уже в Индии я сама уже там продумала, придумала, уже был опыт путешествия. Вот, что касается вообще Азии, Вьетнама, Таиланда, Индии, ну, то, что прямые вылеты из Ростова, да, ну, и остальные страны, кто ездит там разными другими способами. Прилетаем на месте и покупаем первое, соляной дезодорант, второе, кокосовое масло. Все. И с собой обратно в чемодане везем. Все. Больше нам ничего на время поездки, по большому счету, не нужно, потому что солнышко, кокосовое масло до поездки, солнцезащитные крема, если у вас белая кожа. Вот это я брала, потому что масло, оно спасает, если эта кожа, например, потемнее. Если это белая кожа, мне не спасло. Вот наша, например, полностью наша, она более темнокожая, она до выхода на солнце обмазывалась кокосовым маслом, и после там искупался, обмазался, все, у нее ни ожогов не было, ни обгорело она ничего. Я, честно, сгорела. Кокосовое масло мне не спасло. Поэтому, если вы белокожая, да, вот крем, солнцезащитный крем, ну, это такая вещь, которую всегда во все путешествия нужно брать. Это касается и Европы тоже. Объясню почему. Мы часто очень много, ну, тех в основном людей, кто путешествует. Здесь в Ростове находимся много времени в офисах, путешествия, ну, на улице мало находимся, и как только мы выходим в любое время года на улицу, многие такие вот белокожие, как я, сгорают, потому что вы идете, рот раскрыли, смотрите везде, все интересно, классно, замечательно, пришел, вечером лицо сгорело. Поэтому солнце, я уже не говорю про азиатские страны там, это обязательно первое время. Беру, честно, я беру виши, купила, и вот они там срок годности 3 года, 3 года я им пользуюсь. Да, но не могу сказать, что, потому что мне другие просто не особенно помогают. Поэтому виши 50+, лицо, первое время руки, может быть где-то там что-то, можно еще там несколько вариантов полегче взять, ну, немного, там 1-2, все. И остальное все кокосовое масло, да, что касается Европы. Здесь тоже, кстати, я бы не стала сильно много брать, сейчас очень много летают лоукостерами, именно в Европу, поэтому при необходимости на месте там, из супермаркета берем карту, желаю, рекомендую всем Сбербанк, потому что прямой перевод, берем карту Сбербанка, пошли в магазин, и необходимое там что-то, 1-2, 2 вещи купили, то есть это не обязательно все тащить с собой. Поэтому, когда сегодня мне написали тему прямого эфира, что же Татьяна берет из косметиков, я возмутилась, потому что 10 минут об этом разговаривать слишком много. Вот, все ясно, понятно, да, подвели итог. Европа, берем солнцезащитный крем, всегда, везде, Азия, берем солнцезащитный крем, в Азии покупаем соляные дезодоранты, кокосовое масло, в Европе по необходимости что-то в магазине. Все, на сегодня все, у меня лимит, в канале много не разговаривает, всех люблю, целую, с вами была Татьяна Акопян, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей ватсап-россылке, присылайте свой номер телефона, пишите свои вопросы, путевка в жизнь всегда с вами на связи. Пока-пока.